Всем привет, вы на канале Дешевый Китай. Сегодня я покажу интересные и полезные насадки для болгарки, дрели, шуруповерта и другого электроинструмента, так что усаживайтесь поудобнее и начинаем. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом в размере 1000 рублей. Часто бывает, что нужно просверлить отверстие в чем-либо, но так, чтобы не пробить его насквозь. То есть с обратной стороны материала не должно быть никаких следов сверления. Кто-то применяет для получения нужного результата синюю изоленту, наматывая ее на сверло, а кто-то идет более грамотным и профессиональным путем, используя специализированные стопперы. Они представляют собой шайбы из высокоуглеродистой стали, которые надеваются на сверло в необходимом месте. Таким образом, дойдя до определенной глубины, сверло упирается в шайбу и дальше не идет. В комплекте поставки находится 8 шайб, подсверла от 3 до 16 мм и шестигранный ключ для их фиксации. Многие электрики не любят скрутку проводов как способ соединения контактов, отдавая предпочтение паяльному инструменту. Но на самом деле скрутка, если она выполнена правильно и качественно, по надежности контакта не уступает пайке, а по удобству реализации превосходит ее в разы. Данная насадка позволяет прочно скрутить до 5 проводов, обеспечив долговечный контакт кабелей. Кроме того, насадка также удаляет резиновую изоляцию с проводов, что также значительно ускоряет рабочий процесс, особенно если такие манипуляции вам приходится совершать регулярно. Деталь изготовлена из углеродистой стали, поэтому ее хватит надолго. Если вам нужно скосить какие-то мощные кусты, а обычная леска в триммере не справляется с задачей, тогда можно попробовать головку с цепью. Диаметр монтажного отверстия составляет 25,4 мм. Цепь за счет своей массы срубит даже твердые поросли. Однако стоит учитывать, что при такой насадке нагрузка на редуктор мото-косы увеличивается в несколько раз, поэтому пользоваться такой головкой регулярно не рекомендуется. Фреза, которая предназначена для использования в станках с ЧПУ и позволяет обрабатывать деревянные поверхности. Лезвие фрезы выполнено в виде ласточкиного хвоста, благодаря чему вырезы в дереве получаются красивой фигурной формы. Диаметр фрезы составляет 15 мм, а высота лезвия 12,6 мм. Хвостовик стандартный 1,4 дюйма. Фреза изготовлена из карбида вольфрамовой стали и имеет большой запас прочности. Кроме того, конструкция фрезы включает в себя подшипник, что улучшает ее рабочие характеристики. Еще одно новое и функциональное применение для вашей болгарки. Платформа, которая позволит использовать УШМ как маятниковую пилу. Это позволит точно и аккуратно разрезать металлический профиль, небольшие трубы и прочее. Сама платформа надежно фиксируется на верстаке, что обеспечивает безопасность в работе. После нажатия на болгарку она возвращается обратно благодаря пружине в платформе. Приспособление также имеет защитный кожух, которым можно заменить стандартный кожух на болгарке, если по каким-то причинам он не подходит. Следующая насадка позволяет уменьшить количество пыли, которая появляется в результате сверления стен, дерева и других поверхностей. Принцип действия приспособления крайне прост, но от этого не становится менее эффективным. На сверло надевается резиновый чехол, который, прижимаясь к рабочей поверхности, которую вы сверлите, собирает весь производимый мусор в себя. Визуально девайс очень похож на пыльник автомобильного шруса, что в очередной раз подтверждает китайскую смекалку. Перед установкой чехла вставляется прокладка, которая подходит для сверл диаметром от 6 до 14 мм. Есть два цвета насадки чехла – черный и белый. Шлифовальный круг для угла шлифовальной машинки, более известный как болгарка. Шлиф-круг состоит из множества небольших кусочков наждачного полотна зернистостью R80. Кусочки создают ступеньки, которые усиливают эффект шлифования. Размер круга 100 на 16 мм. Диск можно применять для обработки металлов, древесины и прочих материалов. В комплекте поставки один шлифовальный круг. Чтобы просверлить отверстие точно по центру, больше не нужно долго прицеливаться, а затем бояться, что сверло уведет на старте сверления. Самоцентрирующиеся сверла позволяют проделывать отверстия строго по центру поверхности, благодаря чему работа выполняется гораздо быстрее и качественнее. Такие сверла незаменимы для тех, кто занимается сборкой мебели и кому приходится устанавливать дверные петли. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали, которая не теряет своих свойств и не тупится долгое время. В комплекте поставляется 4 сверла для проделывания отверстий диаметром от 2 до 4,5 мм. Глубинный вибратор для бетона. Он нужен для уплотнения бетонной смеси, а также для удаления воздушных пустот, образуемых в процессе заливки. Бетон может получиться очень рыхлым, если не был хорошо провибрирован. Данный вибратор имеет встроенный электромотор мощностью 800 Вт и работает от напряжения в сети 220 В. Скорость работы мотора составляет 4500 оборотов в минуту. Диаметр трубки вибратора составляет 35 мм, а длина 1 м 20 см. Вибратор подходит для использования как на коммерческих строительных объектах, так и в домашних условиях. Так как дрель уже стала поистине универсальным инструментом, количество изобретаемых на нее насадок возрастает с каждым днем. Дрелью уже можно чистить рыбу от чешуи или ощипывать курицу, перекачивать жидкости и чистить яблоки. А теперь появилась насадка, которая позволит превратить дрель в болгарку или пилу. Насадка на дрель шпиндельного типа позволяет установить на электродрель отрезной диск, диск для заточки ножей, диск для полировки, шлифовки и другое. В комплекте поставляется переходник на 10 мм или на 6, ключи для установки и затяжки переходников. Переходники изготовлены из стали, которая дает им необходимый для работы запас прочности. Быстрозажимной патрон для бормашинки позволяет быстро переставлять биты и насадки. Патрон изготавливается из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает прочность самой конструкции механизма. Корпус патрона покрыт черным оксидом, что полностью делает невозможным появление какой-либо коррозии. Продавец предлагает несколько видов патронов, в частности с короткой и длинной юбкой. В отзывах отмечают, что с патроном удобно работать, зажимает он хорошо, биения при работе не наблюдается. Во время стройки мастерам часто приходится устранять различные неровности на застывшем бетоне. Это могут быть наплывы, бугры, выступы и прочее. Чтобы поверхность была ровной и гладкой, строители применяют алмазные шлифовальные чашки. Алмазная чашка представляет собой диск, на одну из сторон которого нанесены алмазные фрезы. Такие фрезы обладают повышенной прочностью и легко шлифуют бетон. Также такой диск можно применять и для обработки мрамора или гранита. Особенность данного диска в расположении абразивных сегментов на его поверхности. Такая компоновка обеспечивает хорошее шлифовальное свойство и охлаждение диска. У продавца есть чашки на 125 и 150 мм в диаметре. Очень интересные насадки, которые позволяют с помощью дрели вырезать аккуратные и одинаковые чопики из дерева. Чопики получаются цилиндрической формы. Для получения результата необходимо засверливаться в доску толщиной, совпадающей с размером насадки. Так как отпиливать цилиндр от основания эти насадки не умеют. Очень хорошая штука для изготовления заглушек под выпавшие сучки в древесине при изготовлении мебели. В комментариях также делятся лайфхаком по разбору поддонов. Этими насадками можно легко высверливать древесину вокруг гвоздей. Эти диски для болгарки позволяют эффективно зачищать металлические поверхности от ржавчины до сияющего блеска. Диски изготовлены из алюминия и нержавеющей стали. Такой диск способен выдержать вращение до 15300 оборотов в минуту. Одной из особенностей данных дисков является износостойкость и равномерность зачистки поверхности. Диаметр дисков составляет 100 мм. В комплекте поставляются сразу 5 штук. Шлифовальные барабаны предназначаются для обработки цилиндрических вырезов изнутри. Данные барабаны подходят для дерева, пластика и прочих мягких материалов. В комплекте находятся 5 барабанов с резиновым покрытием различного размера. К шлифовальным барабанам также прилагаются сменные абразивные рукава зернистостью 120 и 80 по два комплекта каждый. Весь набор находится в небольшом пластиковом кейсе синего цвета, в котором удобно переносить и хранить инструмент. Фреза предназначена для обработки деревянных поверхностей, проделывания в них прямых и ровных пазов. Эта фреза выполнена из качественной стали и позволяет выполнять работу по проделыванию пазов очень точно. У продавца представлен огромный выбор размеров от 2,5 до 36 мм по ширине и от 6 до 30 мм по высоте. Хвостовик на фрезе распространенный 1,2 дюйма. Покупатели в отзывах хвалят продавца за быструю доставку и высокое качество товара. Эта насадка позволит превратить вашу дрель или шуруповерт в заклепочный пистолет. Заклепки, установленные с помощью этого приспособления, ничем не отличаются по качеству и долговечности от установленных традиционным путем. Главной особенностью такого метода является легкость и простота в работе. Устройство позволяет использовать в работе заклепки на 2,4, 3,2, 4 и 4,8 мм благодаря комплектным переходникам. Вместе с насадкой на дрель и переходниками под заклепки в заказе также поставляются ключи для установки приспособления. Важно, чтобы дрель имела функцию реверса, иначе насадка работать не будет. Так как гриндер вещь полезная, он, как и все полезные инструменты, имеет пневматический аналог. Гриндер вращает абразивную ленту для шлифовки с силой воздушного давления, которая подается из компрессора. Размер шлифовального ремня составляет 60 на 260 мм. Устройство развивает скорость вращения до 7000 оборотов в минуту без нагрузки. Рабочее давление гриндера составляет 90 Пси, что равняется 6 атмосферам. В комплекте идут штуцер, ключи и лента. Биты с ограничителем глубины нужны при работе с мягким материалом, который можно умудриться продавить шляпкой самореза. Такие биты отлично подходят для работы с листами гипсокартона. Особенностью этих бит можно назвать магнитные наконечники, которые прочно притягивают саморез и не дают ему ни упасть, ни искривиться перед закручиванием. Каждая бита имеет длину 65 мм и изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр хвостовика стандартный, 1,4 дюйма. Комплект поставки состоит из 5 бит. Насадка, которая позволит превратить вашу болгарку в инструмент для обработки дерева. В результате у вас получится долото, но не простое, а электрическое. Долото предназначается для выдалбливания в деревянной поверхности отверстий, пазов, гнезд и прочего. Работа с обычным долотом очень трудоемкая и занимает большое количество времени. С этой насадкой вы сможете значительно ускорить процесс. С помощью долота можно обрабатывать как твердые, так и мягкие породы дерева. Приспособление можно использовать для проделывания технических отверстий, например, при изготовлении мебели. Долото также применяется при декоративной обработке. В комплекте вы получаете два различных по размеру долота, переходник-насадку и шайбы. Покупатели в отзывах отмечают, что товар хороший и доставка быстрая. Данная насадка позволяет проделывать большие круглые отверстия в стенах из гипсокартона или дерева. Диаметр отверстия можно регулировать в пределах от 40 до 200 мм. Для работы с насадкой требуется ручная электродрель с патроном 10 мм. Балеринка состоит из сверла по центру и режущего лезвия с двух сторон. В комплекте поставляется 10 сверл различного размера и для разного материала. Инструмент упакован в пластиковый кейс с ручкой для удобного хранения и переноски. Крайне полезная вещь для тех, кто очень много сверлит. После проделывания сотен отверстий сверло становится не таким острым, как было изначально. Однако не стоит его выбрасывать, ведь можно продлить ему жизнь с помощью заточки. А заточить его поможет та же дрель, которая и затупила сверло. Специальная насадка с точильным корундовым камнем надевается на дрель и позволяет затачивать сверло аккуратно и безопасно. Сверло подается под нужным углом по пластиковой направляющей, поэтому испортить его очень сложно. Длина насадки 185 мм, а ширина 40 мм. Любой, кто сталкивался с необходимостью сверления кафеля, точно знает, что это далеко не простое дело и основная сложность состоит в соскальзывании сверла по гладкой поверхности. В результате мы можем получить глубокую царапину на лицевой поверхности, после чего плитку уже можно выбрасывать. Чтобы такого не произошло, рекомендуется использовать направляющую. Она фиксируется на плитке с помощью присоски и не дает коронке гулять, а подшипники облегчают вращение. Направляющая подходит для коронок диаметром от 18 до 80 мм. Посылка упаковывается в пупырчатый мешок. Данный шаблон для сверления является аналогом продукта компании Крэк, но по понятным причинам его ценник значительно ниже. Таким образом мы получаем возможность приобрести схожую по параметрам и качеству продукцию по более выгодной цене. Шаблон идеально подходит для сверления отверстий в мебели, чтобы в дальнейшем установить ручки, петли и прочую фурнитуру. Приспособление помогает делать точные отверстия, предотвращая сдвиг сверла. К поверхности закрепляется струбцинами. Размер шаблона 225 на 95 на 25 мм. Изготовлен он из пластика. В комплекте уже имеется сверло диаметром 35 мм и детали для установки. Если вам приходится часто и много ощипывать птицу, то вы точно знаете, насколько трудоемок этот процесс. Даже выращенную собственными руками домашнюю курочку не так легко очистить от перьев, не говоря уже о лесной дичи с ее жестким и грубым оперением. Данная насадка позволяет ускорить процесс и ощипывать птицу быстро и качественно. Главным достоинством этой насадки является возможность сразу ощипывать птицу, пока она еще теплая, и не тащить удлинитель для подключения к розетке, а использовать подключаемый аккумулятор шуруповерта. Насадка подходит для удаления пера у кур, куропаток, перепелок, уток и прочих пернатых. Фрезы-шарошки для станка и дрели с алмазным напылением. Такие фрезы позволяют обрабатывать самое твердое материалы, такие как гранит, камень, бетон, при этом избегая сколов и крошения за счет аккуратного воздействия фрезы на рабочую поверхность. У продавца есть большое разнообразие форм, поэтому вы сможете подобрать необходимую вам шарошку. Хвостовик у каждой из фрез имеет размер 12,7 мм. Эти пилки предназначаются для лобзика. Они изготовлены из высокоуглеродистой стали, за счет чего обеспечивается долговечность пилок и качество их заточки. Позволяют точно разрезать материалы толщиной до 50 мм в зависимости от твердости. Стандартные материалы, с которыми можно работать такими пилками, это фанера, ДСП и пластик. Лезвия подходят для лобзиков различных производителей – Бош, Макита, Хитачи и других. Поворотная насадка на шуруповерт заслуживает отдельного уважения для создателей. Ведь они сделали действительно годную вещь. Представьте, теперь вам больше не нужно после сверления отверстия вынимать сверло, вставлять биту для ввинчивания саморезов и тратить время на фиксацию. Достаточно просто развернуть насадку и у вас уже все готово. Конструкция проста, но крайне гениальна. В комплекте с самой насадкой поставляются 8 крестовых и 8 плоских бит, а также 2 сверла, шестигранный ключ и пластиковый кейс для хранения. Зачем тратить силы и работать напильником вручную, если есть отличное современное решение, которое сэкономит время и сделает рабочий процесс легче. Это решение называется пневматический напильник. С этим напильником вы сможете обрабатывать металлы, пластик и прочие материалы. Вместо вашей мышечной силы напильник будет приводить в действие сжатый воздух из компрессора. Длина устройства составляет 160 мм при весе 457 граммов. Длина шланга 380 мм. Корпус напильника имеет специальное антискользящее покрытие и отлично лежит в руке. В комплекте штуцеры для подключения. При работе с болгаркой обязательно появляется стружка от разрезанного материала. Особенно много пыли и стружки образуется, если распиливать крошащиеся структуры типа тротуарной плитки, которая сделана из цементного состава и камня. Решить проблему пыли, которая загрязняет окружающее пространство и может попасть в организм, поможет специальная аспирационная насадка на болгарку. Насадка выполнена в виде небольшой турбины, которая шлангом подключается к пылесосу. Закрыв крышку, насадку можно использовать при работе по шлифовке поверхностей. Также крышку можно открыть и осуществлять боковое или вертикальное пиление. Крышка подойдет к любой болгарке, в комплекте идут 4 зажимных кольца, которые затягиваются металлическим хомутом. Материал изготовления, насадки, резина и пластик. Если вам нужно собрать шкаф, повесить полку или разобрать старую мебель, то вы можете столкнуться с креплениями, которые расположены в углу или в ограниченном пространстве. Чтобы открутить саморез из такого места, больше не придется вырабатывать в себе гибкость змеи или подыскивать очень маленькую отвертку, которая бы точно подлезла. Угловой адаптер для шуруповерта решает эти проблемы. Размер адаптера 150 на 110 мм. Патрон для бит и сверл от 0,8 до 10 мм. Материал изготовления – пластика и металл. Покупатели пишут, что товар надежный и работает долго. Гаек много, а ключ один. С помощью универсальной головки действительно можно открутить любую гайку, если ее размеры находятся в пределах от 7 до 19 мм. Головка выполнена из хромованадиевой стали и имеет большой запас прочности. Особенность данной головки не только в ее способности менять размер, подстраиваясь под каждую гайку, а в возможности работать с дрелью или шуруповертом. Специально для этого в комплекте поставки продавцом прилагается переходник, который зажимается в патроне электроинструмента, а на него уже надевается сама головка. Но по желанию можно работать и обычным трещоточным ключом. Превратить углошлифовальную машинку в угловую дрель очень просто. Нужно всего лишь установить специальный патрон и вы сможете легко сверлить отверстие под углом. Однако не вздумайте устанавливать такой патрон на болгарку без регулировки скорости вращения. Иначе на 11 тысячах оборотов от вашего сверла останутся рожки до ножки, скорость его уничтожит. Патрон изготовлен из стали и поддерживает сверло диаметром от 1 до 10 мм. Благодаря тройному зажиму сверло держится надежно и идеально отцентрированно. В комплекте поставляются ключи для установки сверл и сам патрон. Все в отдельных пакетиках. В отзывах пишут, что патрон прочный, хорошо работает и обильно смазан. Сверла с зенковкой позволяют не только проделывать отверстия, но и сразу же осуществлять зенкование в рабочей поверхности. Сверла изготовлены из прочного материала HCS4241. Комплект состоит из четырех сверл, которые помогут проделать отверстия на 3, 4, 5 и 6 мм диаметром. На сверлах также можно вручную выставлять ограничения по глубине. Это очень полезно, когда есть необходимость не просверлить материал насквозь. Продавец рекомендует использовать эти сверла с зафиксированной в стойке дрелью, так как вручную сверла тяжело правильно отцентрировать. Реноватор – это многофункциональный инструмент, который выполняет некоторые функции болгарки, дрели и лобзика. Его назначение – это доводка и зачистка. Реноваторам, например, удобно счищать краску или подрезать обналичку, плинтусы и прочие отделочные элементы. Особенность реноватора заключается в том, что на его рабочую часть можно устанавливать оснастку разного назначения. Рабочая головка совершает колебательное движение, передаваемое эксцентриком от вала электродвигателя. Вся оснастка в наборе изготовлена из прочного материала. В комплекте 41 насадка, с помощью которых можно обрабатывать металл, дерево, пластик и прочие материалы. В отзывах пишут, что зубья на оснастке хорошие, абразивы долговечные. Следующее приспособление обязательно пригодится тем, кто работает в строительной сфере или просто делает дома ремонт, связанный с установкой кровли или заборов. Эта насадка превращает электроинструмент в резак листового металла. Приспособление позволит отрезать листы толщиной до 2 мм в зависимости от твердости материала. Следует отметить, что рабочие обороты этой насадки варьируются от 1500 до 3000 оборотов в минуту. Резак отлично режет покрытие, не оставляя при этом заусенцев. Его можно использовать также для распила тонкого пластика и ДВП. Т-образная фреза предназначается для проделывания отверстий в дереве в форме, которая называется замочная скважина. Фреза изготовлена из карбидо-вольфрамовой стали, а ее поверхность имеет напыление из алюминия. Диаметр хвостовика составляет 1,4 дюйма. Фреза имеет общую длину тела 46 мм, а диаметр резки составляет 9,52 мм. Т-образная фреза отлично подойдет тем, кто занимается столярным делом, изготовлением мебели или конструкции из дерева. Ступенчатые сверла позволяют проделывать ровные, аккуратные и без заусенцев отверстия в листовых материалах из металла и пластика. Благодаря изготовлению из быстрорежущей и высокопрочной стали, этим сверлам под силу даже твердые и ценные металлы, такие как медь, латунь и прочие. Сверла помогут просверлить металлопрофиль, трубы и другие строительные материалы. За счет того, что сверла имеют внешнее покрытие из нитрида титана, они отлично переносят нагрев и имеют повышенный срок службы. В комплекте поставляются три ступенчатых сверла на 12, 20 и 32 мм. Если вы были в отъезде или просто долго не наводили порядок на приусадебном участке и он зарос мощным бурьяном, то обычная проволока на триммере может и не справиться с уничтожением крупных растений. Эта головка запросто срежет толстые колючки и все, что портит вид вашего газона. Насадка выполнена в виде шестиугольной звезды и имеет острое лезвие по краям. Однако стоит учитывать, что эта головка довольно увесиста и с ней возрастает нагрузка на редуктор. Поэтому не стоит перегружать триммер длительной работой. Также не забудьте обезопасить ноги, руки и глаза. Адаптер под торцевые головки – это три переходника из хромованадиевой стали, которые вставляются в патрон дрели или шуруповерта, на которые вы можете надеть стандартные торцевые головки из любого набора инструментов. Длина каждого переходника составляет 5 см, а размеры посадочного места различаются, как и сами головки. В итоге в комплекте мы получаем насадки под три размера головок – 3 восьмых, 1 вторая и 1 четвертая дюйма. Штраборез, или как его иначе называют – бороздодел, предназначен для проделывания канавок в стенах. Применяется в частности для того, чтобы пропилить канавки для укладки проводки, а также при установке систем отопления, прокладки труб и прочего. Штраборез работает по бетону, кирпичной кладке, газобетону и пеноблокам. Устройство работает от напряжения сети в 220 вольт. Мощность электромотора – 4000 ватт, что позволяет эффективно работать с твердыми поверхностями в больших объемах. Скорость холостого хода на устройстве составляет 7500 оборотов в минуту. Провод питания имеет длину 2 метра 70 сантиметров и оболочку из мягкой резины. Это значит, что кабель не задубеет даже зимой. Устройство поставляется в пластмассовом чемоданчике из АБС-пластика. В комплекте идут 5 дисков для резки. Сверла из быстрорежущей стали предназначены для сверления такого прочного и твердого материала, как керамика. Сверла изготовлены из сплава карбида и позволяют делать аккуратные отверстия без лишней пыли. Сверла имеют большой запас износа стойкости, так как наконечники покрыты титановым материалом. В комплекте поставляются 6 сверл диаметром 4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм. Покупатели в отзывах хвалят качество продукта. Отверстия получаются без сколов. Алмазный диск для болгарки предназначен для того, чтобы разрезать особо прочные материалы, такие как плитка, керамика, бетон и прочие. Конечно, разрезать кафель можно чем угодно, но ведь его нужно распилить без сколов, поэтому алмазный диск должен быть хорошего качества. У продавца имеется несколько вариантов внешнего диаметра диска 105, 115 и 125 мм. В зависимости от размера, алмазный диск выдерживает от 12 до 15 тысяч оборотов в минуту. Данный диск подходит как для мокрой, так и для сухой резки. Насадка на дрель позволяет затачивать режущие инструменты. С ее помощью можно вернуть былую остроту лезвию газонокосилки, ножницам, ножам и т.д. Благодаря направляющей длиной 62 мм вы можете получить идеальный угол заточки. Установить такую насадку на дрель не составит никакого труда, и она принесет много пользы в виде всегда остро наточенных лезвий в хозяйстве. Шлифовальный камень насадки изготовлен из оксида алюминия, в комплекте поставляются сразу две штуки. Распылитель краски отлично подойдет для окрашивания поверхностей с углами, за которые нельзя выходить. Например, для окрашивания стен под потолком или прочих мест в строительстве. Распылитель имеет заслон в виде вращающегося колеса, которое закрывает собой доступ к краске и не дает ей распыляться за обозначенные границы. Таким образом вы получаете ровную очерченную линию и аккуратно окрашенную поверхность без необходимости подкрашивания огрехов. Корпус изготовлен из вольфрамовой стали, поэтому вес распылителя составляет 444 грамма. Распылитель подходит для пневматических пистолетов на 7,8 дюйма. Крайне интересное приспособление, которое сделает из обычной болгарки электрическую цепную пилу. В комплекте с насадкой поставляется емкость для подачи смазки цепи, рукоять для держания и защитный кожух. Длина рабочей поверхности цепи составляет 28 см. Этого достаточно для распиливания небольших деревьев и веток. Общая длина насадки составляет 39 см, а высота 18 см. Насадка универсальная, но на некоторых болгарках резьба прижимного кольца может отличаться. Для уверенности лучше перед заказом написать продавцу диаметра резьбы на вашей УШМ. Пескоструй – это метод глубокой и качественной очистки любых поверхностей от ржавчины, краски, налета и прочего. Пескоструй крайне полезен в кузовном ремонте автомобиля, ведь летящим под давлением песком можно полностью очистить металл от коррозии даже в самых труднодоступных местах. Данный пистолет позволяет при наличии воздушного компрессора получить настоящую пескоструйную станцию. Песок засыпается в небольшую емкость сверху пистолета. Есть возможность регулировки подачи. Покупатели отмечают, что доставка товара у продавца очень быстрая. Насос-насадка позволяет превратить дрель или шуруповерт в помпу для перекачивания жидкости. Производительность и эффективность процесса будут зависеть от мощности вашего инструмента и развиваемых им оборотов вращения. Мощность должна быть не менее 350 Вт. Вы просто берете один шланг и помещаете его в емкость с жидкостью, а другой конец помещаете в тару, которую нужно наполнить. Помпа выполнена из нержавеющей стали и пластика, поэтому бояться появления ржавчины не стоит. Главное следите, чтобы вода не попала на шуруповерт, он, как и прочий электроинструмент, этого не любит. Если вы не профессионал по части сверления, то проделать отверстие в каком-либо материале под идеально прямым углом будет весьма непросто. Работа может особенно осложниться, если просверливаемая поверхность достаточно гладкая. В начале своего хода сверло может соскочить куда-то совсем в другую сторону и все испортить. Данное приспособление не является насадкой на шуруповерт или дрель, но станет незаменимым помощником при работе с этим инструментом. Необходимо просто пропустить сверло через отверстие в кондукторе и резиновые отбойники не позволят ему отклониться от курса. С его помощью можно также сверлить отверстие прямо на углах досок, стен и прочего. Приспособление имеет отверстие под 4, 5, 6, 8 и 10 мм. Если вы занимаетесь покраской автомобилей и прочих деталей, либо только хотите попробовать свои силы в малярном искусстве, то этот краскопульт отличное решение. У него верхнее расположение бачка для краски, поэтому краска будет подаваться лучше и ее неизвлекаемый остаток существенно сократится по сравнению с бачками, которые расположены внизу. Диаметр сопла составляет 1,4 мм. Рабочее давление для данного краскопульта от 2 до 2,5 бар. Ширина распыления 250 мм. В комплекте идут шомпол для прочистки, штуцер и ключ. На этом все, а теперь конкурс. Я разыграю 1000 рублей на счет мобильного телефона или вебмани кошелька, как только под этим видео наберется 1200 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий, по нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором ютуб канале, вся подробная информация находится в описании.